Украинская гривня так укрепилась, что стала одной из самых стабильных валют в мире. По отношению к доллару она выросла почти на 8%, обойдя при этом грузинский лари и колумбийский песо. Такие данные опубликовали аналитики агентства Bloomberg. При этом цены в Украине практически на все товары не снизились. Почему выясняла Любовь Кукла? Режим экономии? Легко. Цены ужасные. Как цены? Плохие цены? Очень плохие. Конечно же всем бы хотелось, чтобы они упали. Но мы как бы вам уже все привыкли. Привыкли еще бы. А что еще остается? Галлопирующая инфляция в очередной раз вынудила украинцев туже затянуть пояса. И это при том, что национальная валюта за последнее время рекордно укрепилась. Мы вошли даже в топ рейтинга в мире по укреплению валют. Но тут парадокс. Гривня растет, но вместе с ней растут и цены. Вместо по логике обратного процесса. У нас есть продукты, которые сильно растут в цене. Например молоко. Летом цена на молоко и на молочные продукты всегда снижается. Что мы видим сейчас? Цена медленно, но уверенно растет. На молоко, яйца, а еще на мясо. Которое, к слову, скоро станет для украинцев настоящим деликатесом. Мясо как? Домашняя свина стоит от 70 гривен до 100-120 гривен. Не дороже. Не дороже, но и не дешевле. Продавцы уверяют, в ближайшем будущем цены менять точно не будут. Не выгодно. Стоять на месте, потому что зерно не падает. Если вырастет порося, оно обходится очень дорого. И мусит стоять цена за зорь какой-то на его. Потому что, чтобы вернуть затраты, это за то, что люди находят около его река. Немного лучше дела в овощном отделе. Там цены еще терпимые. Огурчики стали уже набагато дешевше. Да все, помидоры, кабачки. Потому что у нас уже своя продукция пошла вся. Мы все-таки пользовались услугами юга. А сейчас у нас и кабачки, и сухини, огурчики. Это уже все своя продукция. Тем не менее, продавцы жалуются. Покупателей нет. В мясном отделе вообще штиль. Люди трошки с меньшим капиталом стали. Мало. Где-то в последнее время люди у нас пропали. Мабуть, выехали. Зимой и летом в одну цену, если ценники на фрукты, овощи и ягоды, зависят больше от сезона, а не от курса доллара, то стоимость остальных продуктов на рынке остается стабильной. Точнее, стабильно высокой. Аналитики по поводу украинской так называемой стабильности даже шутят. Дескать, ситуация с валютными танцами в стране напоминает анекдот. Курс повышается, цена повышается. Курс понижается, а цена не понижается. Почему? Потому что, как в одесском анекдоте, как рассказал Абрамович, это стабильность. Но не продуктами едиными. Бытовая техника и электроника, бензин и автомобили, обувь и одежда. Практически все на украинском рынке импортное. И даже бренд сделан в Украине. Ведь очень часто сырье производители покупают за границей. Пуговицы, нитки, ткани. Мы свое собственное вообще ничего не производим. Поэтому мы все равно привязаны к курсу. А за что покупаем, за то и продаем. Ведь себе в убыток никто работать не будет. Хотя власти неоднократно обещали обуздать галлопирующую инфляцию. Любовь кукла и Василий Миновщиков. Подробности. Телеканал Интер.